возвращаюсь и в этом эфире я вам расскажу все секреты того как сделать открытку на продажу и на этом зарабатывать те кто за мной следит в инстаграме кстати сейчас мне нужно включить комментарии и илья у меня на планшете ничего нету в эфире те кто меня знает следить за мной в инстаграме следили за спадами и подъемами в моем творчестве в тем что я занимать чем я занимаюсь и сейчас я в очень хорошем ресурсном состоянии я снова горю тем что я делаю и мне хочется делать это много и снова хочется делиться с вами для тех кто меня смотрит в инстаграме у меня будет огромная просьба пока вы все собираетесь подписаться на мой youtube канал мне там не хватает совсем немного людей для того чтобы было 10 тысяч подписчиков и открылись для моего канала и для вас же новые возможности поэтому можете перейти по ссылке в шапке профиля и смотреть меня и тут и там на ю тубе кстати стол виден гораздо шире видно что у меня здесь огромное количество нужных для съемок открыток вещей потому что я целый день занималась сегодня именно съемкой для того чтобы выставлять на сайт на продажу то что я буду делать так напишите мне пожалуйста тоже плюсики как меня видно слышно сейчас я попрошу илью открыть мне комментарий потому что понятия не имею где они вот все я могу вас читать на ю тубе ура ура технологиям и моему помощнику сыночку плюс на все слышно видно хорошо итак возникла такая идея делать открытки когда мы переписывались с вами в инстаграме о том что мы когда-то практиковали обмен открыточками я нарисовала большое количество таких легких задорных честно говоря для меня это баловство легких задорных картинок да у меня фраза незаконченная потому что мысль бежит впереди того что я говорю так вот когда вы не в ресурсе когда вам сложно что-то делать делайте всякие простые вещи я покалякала и разогнала энергию то есть энергия раскачивается действием и как только я начала это делать я поняла что я не могу остановиться я сидела часами просто рисовала эти миниатюрные няшные красивые открыточки и когда их уже накопилось много я разослала своим ученикам и возникла идея предложить их в салонах цветочных и в разных галереях в барселоне тогда я их стала делать еще больше рисовать разные серии я их показывала вы тоже можете посмотреть в эфире на ю тубе морская серия шикарная сейчас я это все красиво отсняла но еще не все но много и сделав это раскачав свою энергию я поняла что нужно это переводить на ступень не баловство а заработка потому что это отличный вариант для художника те кто не знает как художники зарабатывают я тоже писала пост в инстаграме о том что я вообще делала за свою жизнь как художник и как мне достаются эти деньги на которые я живу так вот эти маленькие открытки перешли во что-то более большое и интересное сейчас я вам покажу так микрофончик как раз для съемки я на таких так не слышно съемок сделала такой вот коллаж тут еще разные детали снимаю их красиво по-разному и это уже поприкольнее выглядит чем первые на которых я раскачивалась но в россии я занималась тем что рисовала иллюстрации и печатала тоже свои календари и свои открытки вот они я их нашла 2016 год и сейчас будет озвучен главный фокус как сделать открытку красивую дело в том что если вы берете вот такой вот малюсенький формат да нестандартные вот такую вот бумажу личку то максимум что вы можете наляпать это какие-то цветные пятна может быть какие-то игривые формы незатейливые конечно если вы супер спец в рисунке вы можете отрисовать из монетку гиперреалистичный пейзаж но тратить такое количество времени для того чтобы это делать ну просто нелогично потому что какая же стоимость будет тогда у этой открыточки так вот как поступают все профессиональные иллюстраторы привет привет всем кто присоединился будете рисовать да буду рисовать вот у меня бумага подготовлена буду рисовать так что пока я рассказываю секрет как это превратить в бизнес в заработок вы можете готовить краски и кисточки может быть кто-то напишет кто-то знает секрет иллюстраторов я его кстати не раз уже озвучивала когда вела эфиры упоминала об этом не буду вас долго томить дело в том что секрет в том что любые книжные иллюстрации красивые которые вы видите всегда рисуются в большом формате в таком большом формате вы можете прорисовать все детали все жилки все переходы цвета да вот я кладу руку чтобы вы понимали какого формата картина видно вам так вот картина рисуется в большом формате и если это какой-то герой персонаж мышонок который идет и там вокруг большие деревья он вот такой вот маленький его прорисовывают в большом формате прорисовывают всю его одежку ниточки на швах пуговицу которая пришита этими ниточками все 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 прорисовывают а потом картинку уменьшают и когда ее уменьшают то на ней видны все детали в этом главный секрет на этом можно эфир и завершать но мы еще сегодня порисуем как вам такой секрет знали ли вы это поэтому если вы хотите рисовать картины вернее рисовать что-то для того чтобы сделать это иллюстрациями либо продавать в маленьком формате как календари или открытки то формат самого рисунка должен быть большой и потом он оцифровывается сканируется и после этого превращается в открытку вот такие вот дела поэтому я взяла сегодня лист побольше буду его приклеивать и рисовать на тему всех влюбленных но что-то более интересное вы можете повторять за мной можете что-то свое рисовать вы всегда должны понимать что можно нарисовать если вы только начинающий что-то достаточно простое и все равно при уменьшении все вот эти переходы и переливы красок будут выглядеть гораздо интереснее нежели вы сразу вот это простое будете рисовать на вот таком вот миниатюрном формате ки если вы уже продвинутый художник то вы можете нарисовать что-то более сложное и тогда когда вы это уменьшите это будет вообще шедеврально до секрет того почему ваши картины в инстаграме смотрится класснее чем в реале да потому что они маленькие и там не видно косяков детальки все скрываются а если эта картина сделана профессиональная уменьшена она смотрится просто восторг ok я буду приклеивать лист напишите мне будете вы рисовать со мной или будете просто смотреть у меня пока я приклеиваю лист к вам будет еще одна просьба это подписаться на мой youtube канал а те кто на ю тубе подписаться на инстаграм сейчас у меня сын опубликует ссылку на инстаграм чтобы вы могли это сделать под этим видео и под предыдущими тоже потому что я вам даю пользу а вы мне можете помочь с продвижением канала добрый вечер добрый вечер все кто присоединились оксана пишет вот это откровение спасибо но я рада да вы получили пользу сейчас можете получить еще удовольствие зеркальными нейронами своими порадовать ваш мозг что смотрите на то как другой человек рисует но а если хотите научиться рисовать то все дело в практике нету ни одного дела в котором вы можете преуспеть сразу вот прям сразу взяли и стали супер крутым все это труд все это практика все это знание знание плюс практика в нашем случае в акварели потому что акварель это супер технологичная вещь как я не устаю повторять и на моем курсе по акварели с нуля я все эти детали рассказываю там очень 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 много практики и это задание как раз таки я тоже рисовала на курсе просто как отработку одного из практических упражнений но для того чтобы это не было скучно до рисовать какие-то упражнения и можно было превратить в картину я старалась делать это как-то более интересной и там возникла такая тема сердец когда в технике касание сердца перетекают по цвету акварельно одно в другое получается невероятно красиво если вы перфекционист то вы можете выстроить такую композицию сейчас я вам ее покажу так сейчас мне нужен черновик секундочку 5 у меня тут привязана шнурочком вот у меня черновик вы можете сделать себе такую композицию вот у вас лист бумаги вы можете нарисовать несколько линий одну по центру где-то рядом и по этим линиям вырисовать сердца которые будут ровными рядами да опять таки это для перфекционистов касаясь друг друга бочками и хвостиками идти вниз через весь лист они могут быть большие они могут быть маленькие главное чтобы они везде касались друг друга и когда мы будем их закрашивать в технологии которую я буду рассказывать до два в одном и польза как на курсе и открытка в финале будет очень красивый перелив также вы можете сделать совершенно абстрактную композицию но главное идти как читаете текст то есть если вы нарисуете одно сердечко вот здесь второе вот здесь третье вот здесь и потом как-то начнете между ними еще соединительные элементы рисовать то так как краска сохнет у вас не получится того эффекта которого именно я хочу добиться в этих открытках и именно за счет этого эффекта которого я хочу добиться сейчас по технологии акварельной живописи и будет общим целом в серии открыток потому что сердца могут быть большие маленькие ровными рядами кривые косые в разброс абсолютно разные на технология будет одна это будет объединять всю серию и когда вы рисуете лист не такой стройный вы должны идти как читаете то есть слева направо рисовать сердечко здесь рядом с ним здесь потом здесь они могут быть неровные но вот как вы читаете так вы и рисуете да как бы вы читали текст вот таким вот способом главный принцип в технологии касания это звучит в самом названии принципа чтобы каждый элемент коснулся один другого и вот так вот они бы расположились такой вариант у меня уже есть поэтому я буду рисовать такой вариант он опять-таки легче потому что не нужно ничего чертить и никуда попадать карандашом смотрю у меня в инстаграме уже много человек собралось перед тем как начать пока я буду замешивать краски я последний раз попрошу вас подписаться на мой youtube ссылка в шапке профиля на ю тубе есть уроки которые длятся достаточно долго и вы сможете найти там очень много пользы для себя даже для своих детей потому что то как я объясняю понятно даже ребенку и абсолютно одинаковые картины рисуют у меня и дети где-то лет с 8 и взрослые и когда взрослый спрашивает а что я буду рисовать то же самое что и ребенок я говорю а у вас уровень рисования выше взрослый отвечает нет я не умею совершенно рисовать я говорю тогда вы на одном уровне и я буду вам объяснять с нуля и вам как взрослому и ребенку как ребенку который способен уже воспринять урок с моим типом объяснений да то есть ребенок 4 лет он еще не будет слушать то что я рассказываю а школьник уже будет для того чтобы работать в этой технике привет мамочка мамулечка когда заходит в чат у меня сразу прям настроение поднимается так красный алый так я буду намешивать цвета красно-оранжево-желтый как у валентинок в основном принято ну красные до розовые но чтобы было интереснее смотреть на переливание будет еще и желтые оранжевые потому что желтый работает очень интересным образом тоже из цветоведения на курсе все мои ученики об этом знают все это учитывают и поэтому картины с желтой краской у них получаются восхитительные привет привет всем кто присоединяется набираете краски бегите за водичкой приклеиваете лист формата где-то а4 и будем рисовать в начале эфира я говорила секрет как превратить открытку в открытку на профессиональном уровне для того чтобы можно было выходить на рынок с ней на интернет пространство либо в какие-то магазины цветочные или какие-то творческие с подарками так что те кто не успел могут потом пересмотреть эфир на ю тубе он точно будет какая красивая красочка напишите мне по как я набираю цвета кто меня смотрит откуда вы рисуете вы или не рисуете новичок вы или профи потому что профи тоже заглядывают я заглядываю на многие эфиры они мне всегда интересны и потому что живопись это такой очень длинный путь на самом деле длиною в жизни для того чтобы учиться рисовать и всегда есть чему поучиться у других это всегда надо помнить не вариться в собственном соку а смотреть как это делают другие особенно если они профессионально об этом рассказывают я профи да привет я знаю так набираю краску концентрированную потому что хочу ярких красивых переливов нет у меня хорошего оранжевого сейчас тут совсем остатки я его намочу прям в кюветке чтобы брать отсюда вот он пока размокнет пока я буду рассказывать про технологию касания вот так вот кладу эту палитру рядом на ю тубе будет видно какие цвета я беру и важный момент все мои ученики знают чтобы для того чтобы краски дать движение именно в этой технике потому что не всегда это нужно не всегда это важно иногда это очень сильно мешает рисованию но в данном случае нужно сделать уклон и вот так вот я его делаю сейчас глотну немножечко кофею украина ну хоть кто-то написал привет украина отправила одну открытку в украину в украину кстати дешевле чем в россию а оказывается что нестандартные размеры и цветные конверты стоят дороже а я их сделала много ну там немножечко переплатила но зато к вам прилетит мое испанское настроение и акварельные мои поцелуйчики германия привет из одессы привет 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 из барселоны и так у меня будут сердца заполненные либо пустые внутри для того чтобы их нарисовать я набираю на кисточку вот сейчас как раз таки в ю тубе да почему я просила перейти в youtube подписаться на youtube видна вся картина целиком набираю на кисточку много воды цветной вот этой лужицы и рисую сердечко такое чтобы оно было полно воды сердечко это то что мы девочки со школы рисовали и даже без карандаша даже я вам могу сказать абсолютно точно что без карандаша даже легче потому что попасть в карандашную линию тяжелее вот я сейчас рисую на таком как бы расстоянии потому что я не могу головой перекрывать камеры которых здесь висит 2 почему 2 потому что на ю тубе и в инстаграме идет прямая трансляция и вот это вот сердечко оно должно быть такое мокрое с лужей не сухое украина привет еще украина мой кстати у меня очень много учеников с украины моя лучшая подруга только с украины приезжает на следующей неделе будем с ней гулять поэтому мир дружба жевачка следующая сердечко как я и сказала будет либо побольше либо поменьше главное чтобы она была рядом и коснулась другое сердечко здесь я вам скажу сразу секрет который я не всегда говорю потому что нужно сначала отрабатывать базовые принципы а потом уже как бы постепенно до доходить до более чистого рисования так вот здесь секрет чтобы красиво перетекло я делаю касание в самом конце когда сердечко уже нарисовано то есть вот так вот потому что если я его сделаю сразу то закрашивая внутри я испорчу чистоту цвета вот красочка потекла сейчас мне нужно двигаться достаточно быстро для того чтобы эти сердечки оставались мокрыми сохнет все очень быстро вот сейчас я коснулась сразу и желтый потек сразу но так как она у меня будет пустое мне не сильно это навредит пустое внутри но наполненная любовью акварельный по краям правда же вот видно на камерах как перетекает краска смываю беру какой-то другой оттенок но буду чередовать желтым потому что больно красиво течет делаю сердечко опять может быть закрашенная и только в самом конце я коснусь и она вот так вот перетечет видите оно получилось такое даже спрятанное с одно за другое почему бы и да сейчас у меня на кисточке даже смешанный цвет этот розовый смешался с желтым получился оранжевый и так как я лист делаю в формате такого паттерна то есть полностью заполненный лист то я буду заходить и вот таким вот образом за края стараюсь сделать ровненькие внутри и снаружи линии могу вот здесь вот провести линию ведь если у вас достаточно хорошо было мокро то она соединиться и в этом главный принцип и бегом меняю цвет хотя я хочу взять желтый но чистый желтый чтобы нарисовать сердечко вот здесь и соединить так чтобы она перетекло рисую прям под самое самое говорится не хочу подхожу к самому-самому краю потом к этому всему нужно можно будет добавить графики и будет вообще огнище и вот так вот касаюсь и у меня получается вот такое перетекание еще раз повторюсь потому что люди заходят заходят в разное время что серия открыток и будет объединена этим супер эффектом сейчас вот здесь получилось ловушка для воды как и вот здесь и отсюда кончиком кисточки я убираю краску вот здесь у меня прям капля катается и вот здесь и вот здесь это значит что я еще успеваю но я много болтаю если бы я рисовала сама я бы рисовала гораздо быстрее для того чтобы она не высохла давайте сейчас вот здесь нарисуем теперь мне нужно прицелиться чтобы коснулась трех и вот этого и вот этого и вот этого значит я буду делать бачок вот сюда сделаю сразу касание потому что боюсь потом не попасть сделаю сразу касание вот здесь сделаю ну-ка 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 давай дотягивай касание вот здесь вот здесь кисточкой остренькой выравниваю могу для разнообразия сделать серединку как бы меньше чтобы было интересно эти сердечки рассматривать чтобы у них была разница наш мозг очень любит разницу если есть разница есть на что посмотреть рассмотреть то мозг прям кайфует напишите кликните хотя бы одно сердечко я понимаю что вы заняты если вы рисуете со мной если вы не рисуете но потом планируете мне тоже будет очень приятно напишите об этом мне в чате я порадуюсь что вам интересно то что я делаю понятно как я объясняю и вы будете повторять если вы будете повторять а еще присылать мне отмечать меня в постах либо хотя бы присылать ваши картинки мне в директ я буду просто на седьмом небе отчасти потому что нет ничего лучшего для педагога что у его учеников получается и вообще рисуется и есть вот это вдохновение вдохновение который я могу передать вот тут вот будет спрятано а давайте я его закрашу для разнообразия чтобы было видно вот здесь я уже зашла на скотч это сердечко будет обрезанное но вот тут вот все равно касание случилось краска перетекла волшебная акварельная магия произошла и все прекрасно хочу сделать поменьше тоже сделаю закрашенное для разнообразия прям по центру знаете что можно еще сюда добавить фиолетовый но быть аккуратным потому что фиолетовый не со всеми желтыми дает красивые оттенки я использую здесь чистые цвета потому что краска смешивается прям внутри сердечек сердечек и если вы не знаете основ цветоведения как она смешается и как это вообще будет то лучше прям вот повторять за мной хотя если у вас образуются сложные цвета которые для новичков могут показаться грязными ничего страшного у нас в реальном мире таких вырви глаз оттенков нету поэтому не бойтесь грязных оттенков сложных они наоборот очень кайфовые сохранится ли эфир если он не сохранится здесь в инстаграме где был задан вопрос то обязательно сохранится на ю тубе и у меня сегодня прям к вам огромная просьба помочь мне с подписками на youtube потому что когда вас будет там 10000 и для вас и для меня откроются новые возможности и я думаю что всем от этого будет хорошо я буду стараться так как я уже готова это делать на постоянной основе у меня прибавилось силы энергии снимать для вас видосики в том числе и про то как я монетизирую свое творчество да до этого у меня были просто объяснительные видео как нарисовать цветочек сейчас вопрос заработка для меня снова стоит ребром потому что будучи в апатии депрессии может быть после к видны может быть еще какой-то причины могут быть разные я больше чем полгода не рисовала надо как то есть есть сообщить зависла ага все увидела что зависла девочки развисла это у меня заканчивается батарея поэтому переходите все на youtube там камера подключена можно вам прислать другой рисунок чтобы вы проверили указали на ошибки но в принципе я не откажусь но если вы возьмете курс где я веду уроки то обратная связь там включена потому что это опять-таки мое время у меня много проектов у меня много моих идей и на все как вы понимаете нужно время и вот это вот обратная связь она тоже занимает время я с удовольствием даю вот в качестве пробного варианта конечно присылайте ну а так добро пожаловать на обучение и все ваши картины будут прокомментированы в сторону улучшения вашей акварельной технологии так развисла что у меня за кисть и у меня кисть с алиэкспресса безымянная безымянная и я даже не знаю она продавалась как оригинал натуральный ворс но было указано натуральный ворс и я подозреваю что это все-таки имитация потому что даже не было указано натуральный вот чего я ради эксперимента иногда скупаю такие штуки так давайте еще желтенький или красненький красненький или желтенький пускай будет красненький красивый лист выходит правда же настроение отличное от таких и переходов цветов и это просто медитация здесь ничего сложного но посмотрите какая красота в результате получается причем рисуя это вы прорабатываете во первых руку как играете гаммы на фортепиано да потому что слушая меня вы можете записывать в тетрадку сколько угодно полезной информации про краски про воду про все остальное но если вы не будете отрабатывать гаммы то на пианино вы играть не научитесь согласны согласны думаю даже опережаю ваша ваши ответы и ну вот смотрю на батарею сбилась смысле прошу прощения посмотрела что у меня реально заканчивается батарея на телефоне илюз про что я рассказывала а про то что вы отрабатываете гаммы до владения кистью как кистью сделать ровные линии или неровные до форме сердечка но это все равно линии отрабатываете понимание какое количество воды и концентрации краски должно быть на кисточке чтобы получился тот эффект который вы задумали задумайтесь кто говорит что акварель это от перфекционизма просто не понимает как ее контролировать а когда вы это знаете то для вас нет ничего удивительного в том чтобы акварелью рисовать гиперреализм или вот такую ботанику как я показывала где роза хоть и стилизованная но все-таки акварельные похожи на розу поэтому курс кстати сейчас висит в ссылке в шапке профиля в инстаграме илья тоже повесит ссылку на топлинг где он смонтировал все эти курсы мы повесили их на страницу с удобной оплатой но так как у меня была история с выгоранием именно связанная с преподаванием онлайн то курсы без обратной связи обратную связь если вы хотите чтобы я уделяла время нужно будет докупать отдельно но это того стоит потому что идти с проводником всегда легче всегда проще яснее и круче и когда ты слушаешь когда ты понимаешь за 15 минут только секретов лайфхаков как это сейчас модно говорить которые бы ты сам годами изучал почему годами потому что ну просто посчитайте свое время у вас жизни бесконечная правда же посчитайте то количество материалов которые вы испортите догадаясь как это правильно делать а здесь настя сказала в этой технике важен уклон и сотня альбомных листов спасена потому что информация получена вовремя она простая доступная но технологичная иногда специфичная почему потому что ну попробуй догадайся вот а если у вас любимые цвета в палитре конечно тоже вот на курсе есть огромный блок самый первый по материалам и естественно я рассказываю про материалы которые я люблю но вообще там про все материалы но про те которые я использую тоже очень много информации и там есть урок по формированию своей собственной палитры потому что цветов в невской палитре которую я использую уже больше сотни и выходят каждый раз новые новые и каждый художник собирает свою собственную палитру любимую для этого нужно изучать краски изучать свойства красок потому что не по цветам а по тому как они смешиваются профессионал выбирает что у него будет в палитре почему потому что акварель рисует по-сырому и краски будут смешиваться хотите вы этого или нет и лучше чтобы это было предсказуемо чем не контролируема поэтому в зависимости от того как краски ведут себя в смесях и выстраивает художник всю свою палитру вот такой вот лист у меня получился я сейчас в вот сюда вот еще добавлю одно маленькое сердечко и в принципе высушу лист дождусь пока он выравняется отклею его могу добавить графику могу добавить фон темный могу добавить любые спецэффекты потом я это отсканирую так красное хочу потом я это вычищу на компьютере потому что кое-где могут быть там неровные края и это может бросаться в глаза когда вы это смотрите на экране и может быть этот print этот лист захотят купить в электронном виде на большой формат а на большом формате видны косяки поэтому лист чистится в фотошопе чистится от малейших неровностей которые за счет неровности бумаги остаются на краях форм и смогу его печатать в маленьком размере в большом размере и продавать как открытку также выставлю конечно оригинал а может кому-нибудь подарю или разыграю если хотите как вам такая идея если вы нарисуете такую же открыточку самостоятельно любого размера выставите ее в инстаграме и отметите что это сделано по моему уроку отметите зуева art school и поделитесь этим видео с ютуба для того чтобы подписалась как можно больше человек и среди этих людей которые я увижу я разыграю ее и отправлю в большом красивом конверте вот такая идея как солнышко прогулялась по кружеву ну да сейчас я почитаю комментарии потому что я была сосредоточена на рисовании у вас любимые цвета потом про солнышко разыграть однозначно пишут тогда жду от вас вашего рисования жду всегда с нетерпением всегда когда я снимаю stories мне хочется ваших ответов ваших реакций хочется посмотреть конечный результат вот в таком напечатанном виде ну представьте да если картинка которая выглядит вот так да вот так так надо попасть в кадр потому что в инсте вертикальное видео потом на печати выглядит вот так то это открыточка который может прилагаться к цветочному букету и будет буквально половинкой вот такой вот да скорее всего маленькой она будет выглядеть очень классно кстати уже на компьютере можно добавлять и фон и эффекты и все что угодно и превращать эту картину в разнообразные открытки но в принципе на этом все будем завершать эфир жду от вас открыток постов и указания моего профиля что этот урок был нарисован по моему видео подписок в ю тубе люблю обнимаю привет из барселоны ваша настя зуева пока пока а Продолжение следует...